Об осени, о золотой поре, сотни поговорок пословиц земледельцы сложили. Дачников, кстати, тоже к этому племени трудяк отнести можно, потому как они на своих сотках не только отдыхают, но и работать умеют. Этот сезон непоказательный выдался, сказал опытный дачник Владимир Яншин. Подобный с резкими колебаниями температуры зимой и осенью был лет 50 назад. Тогда тоже неурожайные фрукты был. Разговор наш состоялся у переправы на остров Петриков. Владимир Александрович спешил на лодку. Перебраться на материк в этот день, 24 сентября, было непросто. Поднявшийся сильный ветер вдоль реки согнал паром с людьми и машинами с курса на берег Песчаного острова. И даже трос не помог. Судно надежно село на мель. Паром в этом году хорошо ходил. Мы обрадовались, что будет так до самой осени ходить и дальше до конца окончания сезона. А получается так, что мы в пятницу вот съехали на дачу и 4 часа простояли на пароме. Мы еле-еле, спасибо лодочникам, сдвинули нас с места и мы доплыли сюда. Вот сейчас возвращаемся назад, вроде отдохнули хорошо, радовались, что сейчас переедем домой перерабатывать урожай. И грибов набрали. А оказывается тут стоим уже и паром опять засел на мель. И нам не знаем, что делать. То ли возвращаться на дачу, то ли ехать, то ли ждать опять, не знаю до которого времени, что мы переедем. Дачники много труда, попыток приложили, чтобы стащить судно с мели. Моторными лодками пытались это сделать, длинными шестами помогали. Однако паром не сдвинулся ни на йоту. К очереди, стоявшей на лодочной переправе, мы не подходили. Там много было желающих сказать нехорошие слова в адрес руководителей, не сумевших организовать надежную переправу в течение 40 лет. А понять их можно. Около 50 автомашин с собранной продукцией остались ночевать на острове. А их хозяева перебрались на лодки в город. Так, как многим, надо было утром быть на службе, на работе. В селах везде есть и паромы, и мостики там все равно стоят. Но здесь почему нельзя что-то придумать? Вот уже сколько остров существует, столько и вот такая проблема. Как-то я помню, еще не было троса. Я еще тогда маленькая была. Нас вообще в ту сторону унесло тогда. Тоже вот так вот ветер был, и паром унесло. А сейчас вот, получается, я с малышом, нам вот полгодика, мы стоим уже сколько в очереди, даже скажу по времени. Два с половиной часа мы уже стоим. Подобные ситуации на переправе уже случались, и организаторы тут ни при чем. Паромщики, конечно, ни при чем. Тут чистить надо все, чтобы ходило. Конечно, не хватает моста, чтобы уже все жители наслаждались погодой и было хорошее настроение, потому что с дачи перевозить много урожая, на лодках все это не сделать. На следующий день, когда ветер утих, общими усилиями паром смогли стащить на зыбкий фарватер. Но гарантии, что паром снова может оказаться на мели при первом же сильном ветре, никто дать не может. Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова